МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новость РФЦНЕФ» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. В РФЦНЕФ прошла церемония вручения патентов на изобретение. В спорткомплексе РФЦНЕФ состоялся спортивный праздник «Семейный старт». Более 80 патентов на изобретение, 6 патентов на полезные модели, 9 свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных. 31 октября в Малом Заре Центра культуры и досуга в НЕФ прошло мероприятие по вручению охранных документов. В торжественной обстановке были отмечены инновационные достижения более 400 авторов – работников градообразующего предприятия. Подробности далее. Впервые торжественная церемония вручения патентов на служебные изобретения сотрудникам ядерного центра прошла в начале 2017 года. Именно тогда Госкорпорации «Росатом» был выпущен регламент, в котором говорилось о том, что вручать патенты авторам изобретений полезных моделей сотрудникам предприятия атомной отрасли необходимо публично и в торжественной обстановке. Это подчеркивает, что результаты труда изобретателей и разработчиков важны для Госкорпорации. Это было связано с тем, что сейчас, наверное, материальная и моральная составляющие стимулирования на одном уровне идут. Давным-давно уже поняли, что моральное так же важно, как и материальное. Когда ты патент получил, потом очень приятно, когда тебе торжественные обстановки вручили. То есть какая-то значимость все равно события. С 2017 года вручение патентов стало традиционным. В этот раз охранные документы получали по итогам второго и третьего квартала текущего года. За это время в Роспатент от сотрудников различных подразделений института было подано 57 заявок на регистрацию патентов и получено 41 положительное решение. Всего в этот день специалистам Федерального ядерного центра вручили 98 охранных документов, 81 патент на изобретение, 6 на полезные модели, 9 свидетельств на программы для ВМ, 2 свидетельства на ТИМС, топологии интегральных микросхем. Надо сказать, что мы обычно в отчетных документах говорим, в разных отчетных материалах говорим о том, что в НИЭФ за год получает 100-150 охранных документов. И как видно, что за последние полгода мы вышли на уровень годовой. 98 в этом числе 5 программ для ВМ, которые были получены филиалом в нашем научно-сельском институте зрительных систем имени Седокова. Также во время торжественной церемонии вручения всем собравшимся в зале рассказали о последних новостях Роспатента, государственной политике в сфере интеллектуальной собственности и, конечно, о новостях РФАЦ ВНЕФ в этой сфере. Не обошлось и без приятных сюрпризов. И, наконец, у нас сегодня такая вот у меня почетная обязанность вручение, свидетельство, присвоение звания лучшего изобретателя Нижегородской области. Я думаю, что это престижно и важно для автора-изобретателя. Получить признание на региональном уровне и стать лучшим изобретателем области под силу далеко не каждому. Звания вручают не за отдельные патенты и изобретения, а за проведенную инновационную деятельность в целом. И Сарову есть чем гордиться. Почетные свидетельства вручили сразу пятерым специалистам ядерного центра. Одним из них стал Аркадий Юхимчук. Мы занимаемся различными вопросами, связанными с взаимодействием изотопа водорода, с конструкционными материалами, с исследованием взрывчатых веществ, пиротехнических составов и так далее. Коллеги считают, что звание лучшего изобретателя области Аркадий Юхимчук получил заслуженно. Он занимается научной деятельностью не один десяток лет. Свой первый патент Аркадий Аркадьевич получил почти 30 лет назад, а совсем недавно стал одним из обладателей охранных документов, связанных с созданием материала и его серийным производством. Этот материал предназначен для защиты от воздействия нейтронов для ядерных энергетических установок. И этот материал был освоен в очень короткие сроки. Мы в ходе разработки создали патент на технологию, метод получения этого материала, на различные устройства были патенты. И были патенты, связанные с установкой, на которой сейчас серийно выпускается этот материал. Среди почти 100 изобретений, о которых говорили на церемонии вручения, устройства, приборы, системы, способы изготовления и установки в различных областях. Газодинамики, материалы ведения, оптики, космической аппаратуры, безопасности и многих других. Авторами полезных моделей и научных разработок стали более 400 сотрудников структурных подразделений РФЯЦВНЕФ. Как те, кто занимается научно-исследовательской работой уже не один десяток лет, так и молодые специалисты. Молодежь подрастает очень талантливая. Конечно, они перенимают опыт от тех сотрудников предприятия, которые уже давно работают на предприятии, которые уже практически, наверное, даже уже, наверное, их заслуги уже оценить сложно. Конечно, молодежь берет с них пример. Для инженера-конструктора Дениса Алешина это первый патент. Вместе со своей командой он разработал средства для коммутации эмпирических цепей, которые могут быть использованы в конструкции переключателей различного назначения. Назвали его просто – включатель. По мнению Дениса, чтобы получить охранный документ, изобретение должно быть не только нужным людям, но и максимально простым. Это тоже простой очень, но, видимо, комиссия решила, что он нужен. Если грубо говоря, то это концевик. То есть, ну, это кнопка, которую можно нажать и которая там практически бессмертная. Сотрудники ядерного центра ведут активную инновационную деятельность. Среди запатентованных научных разработок – цилиндрическое детонационное устройство, электрооптический датчик, емкостной отделитель напряжения, бронезащитная преграда, акустический прибор, датчик ускорений и многое другое. На счету Андрея Репина уже второе запатентованное изобретение. Мое изобретение несколько связано даже с вашей профессией, потому что относится к видеонаблюдению, к видеосъемке. Только отличие в том, что снимать приходится в герметичном объеме, закрытом, при полной темноте. Разработка проекта заняла у Андрея практически шесть месяцев. Еще полгода ушло на изготовление изобретения. Молодой конструктор столкнулся со множеством трудностей, но успешно их преодолел. Я очень рад. Приятно такой документ держать в руках. Желаю всем испытать такие ощущения. Также всем собравшимся в зале представили итоги инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности за 2017 год. Начальник управления интеллектуальной собственности и научно-технической информации Нонна Левина отметила, что РФИАЦ ВНЕФ – один из лидеров среди организаций госкорпорации «Росатом» по числу публикаций в научных журналах и индексу научного цитирования. На протяжении 15 лет профсоюзный комитет и отдел физкультуры и спорт ядерного центра проводит для своих сотрудников семейные старты. За это время количество участников спортивного праздника увеличилось в пять раз. В этом году соревнования посвятили 70-летию профсоюза атомной отрасли. К тому же организаторы изменили условия проведения семейного турнира. Подробности далее. Шумно, весело и многолюдно бывает ежегодно в начале ноября в спортивном комплексе «РФИАЦ ВНЕФ». Сотрудники различных подразделений ядерного центра с детьми традиционно принимают участие в семейных стартах. Соревнования, традиционно организованные отделом физкультуры и спорта ядерного центра совместно с профсоюзной организацией, в этом году посвятили 70-летию профсоюза атомной отрасли. В борьбу за звание самой спортивной семьи вступила 31 команда, а это более 90 человек. Поддержать спортсменов пришли родственники, друзья и коллеги. От имени профсоюзного комитета я поздравляю вас с этим замечательным профсоюзным юбилеем. Благодарю за участие в мероприятии и за большой вклад в укрепление рядов нашей профсоюзной организации. История семейных стартов берет свое начало в 2004 году. В первых соревнованиях приняли участие всего шесть семейных сборных. Через несколько лет количество команд увеличилось вдвое. И с тех пор число желающих посоревноваться с семьями растет с каждым годом. С 2011 года соревнования переросли в настоящий спортивный праздник и стали проводиться в День народного единства. Было просто спортивное мероприятие. Ну а сейчас мы его проводим в виде такого спортивного шоу, что ли, с элементами концертной программы. Потому что они еще будут приглашать, но также детей, танцевальные группы. И, конечно, ввели то, что никто, это же дети, чтобы все были довольны. Конечно, призы и особенно подарки, в том числе и сладкие, и шарики, и детские игрушки. В связи с увеличением количества заявок на участие в семейных стартах, организаторы изменили правила. Чтобы дать возможность детям соревноваться на равных условиях, сделали две возрастные группы. От пяти до семи лет и от восьми до одиннадцати. А также смягчили условия для взрослых. Теперь, чтобы выставить свою команду, достаточно того, чтобы только один из родителей состоял в профсоюзе РФИАС ВНЕФ. А другой может работать в любой городской организации. Целью этого мероприятия была то, что, конечно, это мотивация профсоюзного учреждения со среди молодежи. И организация досуга и отдыха молодых семей, членов и детей. Организаторы отмечают, что сотрудники, которые участвуют в турнире семейных команд, активно занимаются физкультурой и успешно представляют ядерные центры на спортивных соревнованиях различного уровня. Кстати, что интересно, вот родители, которые здесь участвуют, много очень родителей, это те, которые участвуют в наших спортивных мероприятиях и в нашей спартакеаде. Поэтому очень много спортивных и пап, и мам, безусловно, и дети спортивные. Уровень подготовки участников достаточно высокий, и они показывают достойные результаты. Поэтому организаторы придумывают все более сложные задания для семейной эстафеты. Регулярно обновляют инвентарь и приобретают новые снаряжения для соревнований, чтобы сделать спортивный праздник интереснее и веселее. В этом году купили специальные штаны для конкурса «Не разлей вода». Сильно менять тоже нельзя, но в обязательном порядке мы стараемся каждый год вынести что-то новое. Но вот в этом году мы внесли нового, много. И, честно сказать, для некоторых уже команд, в том числе и спортивных, были даже определенные сложности, особенно в финале. Перед началом соревнований участники размялись, тщательно изучили снаряжение, с которым придется выполнять задания эстафеты, а также потренировались пройти дистанцию на время. Семья Улановых – новички на семейных стартах. Но у них есть опыт участия в других спортивных эстафетах в детском саду. Мы и в садике принимали участие, то есть за садик выступали. Стараемся выступать там, где мы можем только. Дружная здесь атмосфера и знакомство, как новое, очень интересное для детей. Улановый спорт неразделимый, так считает глава семьи Сергей. Вместе с женой и сыном он участвует в различных городских спортивных соревнованиях. В этот раз Сергей и Галина решили попробовать свои силы и в семейных стартах. Несмотря на опытных соперников и большую конкуренцию, они поставили себе задачу успешно выступить. Мы всегда ставим перед собой цель, но, конечно, у нас не всегда получается побеждать, но победить чтобы. Хотя конкурсы отборочного тура и казались, на первый взгляд, простыми, но не всегда и не у всех получалось пройти дистанцию быстро и без штрафных очков. Шестилетний Матвей старался точно выполнять задания. Мальчик внимательно слушал объяснения родителей и аккуратно, но быстро вел палкой кольцо и складывал разноцветные блоки башни. Недаром они назвали свою команду «Шустрики». В соревнованиях самое главное – быстро бегать и ловко делать. В семье Кайгородовых, а точнее родителям, на соревнованиях пришлось выполнить двойную конкурсную норму. В два раза больше пробежать, собрать и построить. С сыном Мишей они выступали у младшей взрослой категории, а с дочерью Машей – в старшей. Мы всегда принимаем участие в каких-то таких активных мероприятиях. Сам стараюсь как-то по мере свободного времени поддерживать физическое состояние. Дети уходят в спортивные секции каждый день. Маше и Мише эстафета понравилось. Ребята отметили, что задания были интересными. Детям очень хотелось пройти дистанцию быстрее своих соперников, а значит, надо было приложить максимум усилий. Возникали и сложности, но благодаря поддержке родителей они справились с конкурсными заданиями. Мне показалось с палкой, как с кольцом бегать. Сложновато было, да? Потеряла она у нас колечко. Ну ничего, все у нас получилось. Несмотря на то, что в финал выйти к Кайгородовым не удалось, они считают свой семейный старт в спортивном празднике вполне удачным. Главное, что дети от души повеселились. Вновь побороться за звание самой спортивной семьи ядерного центра они намерены в следующем году. Учитывая все ошибки и недочеты, Миша вывел формулу успешного выступления на соревнованиях. Соревнования – главное быть ловким. За соблюдением правил конкурса следила судейская коллегия, которая фиксировала время и начисляла штрафные секунды за нарушения. По результатам отборочного тура сильнейшие команды вышли в финал и продолжили борьбу за главный приз. Во время небольших перерывов, когда судьи подсчитывали набранные командами очки, детей развлекали герои любимых мультфильмов. Вместе они пели, танцевали, отгадывали загадки и ребусы. Традиционно яркую концертную программу подготовили творческие коллективы города. Торжественную церемонию награждения провела начальник отдела физкультуры и спорта Рфят Суниев Наталья Кочеткова. Она вручила всем участникам семейных стартов дипломы и памятные подарки. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин